Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 31 января, среда и давайте посмотрим, чем у нас закрывается первый месяц этого года и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Напомню, что пара евро-доллар последние несколько торговых сессий пыталась перейти в коррекцию. Вчера мы день закрыли выше открытия и сегодня торгуемся уже на максимум вчерашнего дня. На текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Для полноценного возобновления роста по данной паре нам необходимо увидеть уход выше отметки 1.2494. Это уровень максимальной значения, который мы увидели 26 января. Пока пара торгуется ниже данного уровня, тенденция на ослабление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Практически такая же ситуация с парой британский фунт-американский доллар. На текущий момент мы торгуемся сегодня выше максимальной значения, которую мы увидели вчера на отметке 1.4165. И ближайший разворотный уровень пока отмечается на максимум. Также 26 января отметка 1.4283. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая остается в приоритете. Пара американский доллар, канадский доллар сегодня с утра уходит ниже минимальные значения, которые мы видели на этой торговой неделе. Уже торгуемся на отметке 1.2279. Тенденция нисходящая сохраняется. Следующие цели по снижению это движение в область 1.2117. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели это уход ниже минимальных значений, которые мы делили вчера на отметке 1.840 и далее движение на 1.10736. В том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 1.10919, максимальное значение вчерашнего дня, то уже вероятно начало коррекционного восходящего движения по данной паре. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент сохраняет свое нисходящее движение. Следующие цели по движению это уход ниже отметки 1.833 и далее движение на 1.7956. Уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.812 уже вернет нас к покупкам по данной паре и продолжениям восходящего тренда. Пара еврофунт вчера к концу торговой сессии смогла обновить минимальные значения 29 января, ушли ниже данного уровня и в рамках часового таймфрейма пока переходим вновь в фазу снижения. В том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений вчерашнего дня, это отметка 1.8753, мы получим дополнительно этому подтверждение. Если говорить о возобновлении покупок по данной паре, то здесь нам необходимо увидеть уход выше максимальных значений вчерашнего дня, отметка 88.32. По золоту на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Следующие цели по движению это отметка 1.1332, прошу прощения, и далее движение на 1.321. Уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1.348, уже вернет нас в фазу роста по данному активу с целью движения на 1.370 и далее на 1.391. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение. Цели снижения это область 67.18, ну а ближайший разворотный уровень пока находится на максимальном значении вчерашнего дня, отметка 69.47. По индексу DAX тенденция нисходящая сохраняется, следующие цели по снижению это движение в область 13.154, затем на 13.028, а ближайший разворотный уровень пока находится на максимальном значении вчерашнего дня, отметка 13.329. По паре биткоин к американскому доллару на текущий момент коррекционное нисходящее движение сохраняется, вероятны цели по снижению это область 8.900 долларов за 1 биткоин. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если мы увидим закрепление выше максимального значения вчерашнего дня, отметка 11.200. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исяков Роман, а как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok